Российское издание Коммерсант сообщает, что Яндекс создает отдельное подразделение для ввоза в Россию продукции в рамках параллельного импорта. Это позволяет без разрешения правообладателя ввозить различные товары, ушедших из России на странных брендов электроники или бытовой техники. В Азон также заявили о планах самостоятельно заняться поставками по параллельному импорту, не исключив, что в будущем они будут торговать попавшими по санкции товарами люксовых брендов. По мнению экспертов, продукция ушедших из России брендов в итоге может подорожать до 50%, а восстановить ассортимент в прежнем виде все равно не удастся.